Коллеги, рядом со мной спикер нашей деловой сессии, представитель компании Теледва Наталья Гафурова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Сергей. Сразу хочется узнать, бизнес-сессия, интересная тема, хочется чуть подробнее. Очень интересная и сейчас это как никогда актуально. Какая тема хочется посвятить, потому что вы говорили на этой сессии час примерно, и теперь хочется, чтобы все наши зрители тоже узнали, какая была тема, что мы затронули. Я рассказываю про контроль качества и интересные кейсы, реализовавшиеся кейсы, которые принесли конкретный профит в рознице. Расскажите, пожалуйста, контроль качества от Теледва. Какие темы были затронуты, какие главные красной нитью прошли месседжи? Для нас стало важным автоматизировать процесс контроля качества в принципе. Несмотря на то, что бизнес-процесс фактически существует уже годы, для нас было важным, повторюсь, уйти в автоматизацию с новым, скажем так, с использованием новых технологий, то есть его полностью цифровизировать. Раньше было контроль качества, это только книга жалоб и предложений. Если туда ничто не написали, значит все хорошо. Если что-то написали, будем что-то делать. Сейчас вы решили это полностью автоматизировать. Каким образом на ваших розничных точках идет контроль качества? Это хороший вопрос. На самом деле у нас комплексные, наши торговые точки оснащены комплексной системой контроля качества. Мы используем как видеомониторинг достаточно часто использующиеся решения в рознице, в других розницах. Но также, если говорить с точки зрения инновации, мы используем и речевую аналитику. Это как раз то самое ноу-хау, которое позволяет нам практически полностью уйти от ручных проверок контроля качества. Замечательно и сразу вытекающий вопрос. Он логичен. Все сотрудники, которые у вас работают, конечно же, письменно подтверждают то, что вы имеете право за ними как-то следить, скажем так, и контролировать их качество работы. Есть ли то допустимое вмешательство проверяющего в работу работника вашего, которое уже становится критичным для самого работника? Безусловно, личные границы мы обеспечиваем личные границы, личное пространство для наших сотрудников. Но важно понимать, что компания Теледва очень бережно относится к своим принципам. А основной наш принцип – это высокое качество обслуживания в торговых точках. Мы должны быть уверены, что когда клиент приходит к нам за товаром или услугой, он действительно получает обслуживание по другим правилам. Качественное, простое и удовлетворяющее все его потребности. Если говорить про технологичный процесс реализации, то мы не увеличиваем степень контроля как таковой, мы его делаем более технологичным. И как раз вытекающее из этого – это то, что мы получаем больше информации о поведении самого продавца, что позволяет нам knowledge is power. То есть то, что позволяет нам фактически улучшать его мотивацию, развивать его, что в конечном итоге, безусловно, приносит профит компании в денежном эквиваленте. По факту, раньше по старинке мы могли обучать специалиста, и он через год, два, три, пять становился уже суперквалифицированным и очень полезным для компании. Вы, внедряя автоматику, вы делаете все то же самое, проходите тот же самый путь, только гораздо быстрее, тем самым улучшаете жизнь самого продавца, потому что он становится более лучшим специалистом. И также покупательский опыт. Все верно. Давай, без ничего. И мне тоже спасибо большое за интервью. Пожелаем вам удачи на нашем форуме. Спасибо.